Всех. Сегодня хотелось бы затронуть тему, вот, наверное, надо задать вопрос, какую тему сегодня, и о чём мы сегодня будем говорить, чтобы вот подкрепиться нам? Весельная жизнь идёт, у нас возникает много вопросов, много проблем, мы решаем что-то без конца, куда-то мы бежим, чем-то занимаемся, но всё-таки есть важные вещи, на которые необходимо обращать внимание. Периодически, как пишет апостол Пётр, говорит, несмотря на то, что вы знаете, я буду возбуждать чистый смысл. То есть есть вещи фундаментальные, есть вещи базовые, и о них мы сегодня поговорим. Мы поговорим о рождении свыше. Почему сегодня об этом нужно говорить? Почему, вот мы же слышим об этом столько много, и как бы уже всё-все знают, и все-всё слышали. Почему мы продолжаем говорить об этой теме? Ну, мы не так часто о ней говорим, хотя эта тема насущная, о рождении свыше. Дело в том, что Писание учит нас тому, что если человек рождён свыше и поставлен на определённые, скажем, духовные рельсы, то он может двигаться по ним. Иногда человек не вполне уверен, кто он есть, кем он является. Ну, возьмём, например, вот какую-то страну. В любой стране есть иммигранты. Есть иммигранты легальные, есть иммигранты нелегальные. Так вот, живут на одной и той же территории, ходят в одни и те же магазины, и работают в той стране, говоря на одном языке. То есть как будто это два одинаковых человека. Но один проживает легально, второй проживает нелегально. Он постоянно переживает, он постоянно находится под каким-то давлением, страхом. Мне сегодня, завтра меня поймают, выгонят или посадят. Так вот, человек может ходить в церковь, человек может называться верующим, но жить под постоянным давлением, под прессом, не ощущая свободы, не ощущая уверенности, что он спасён, что он имеет жизнь на небесах. То есть это как бы фундаментальная вещь, откуда уже можно всё строить. Да, и вот на фоне этого и возникает много проблем. Человек Богу не верит, человек обетованием не верит, человек сомневается, человек подозревает, человек приписывает Богу такие качества, которых у него нет. Поэтому время от времени мы будем возвращаться к этой истине, которая затрагивает вопросы духовного рождения. Иоанна 3 глава, 3 стих. Речь идёт о Никодеме, который пришёл к Иисусу поздно ночью и спрашивает его, задаёт ему вопросы. Иисус Христос ему говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот настолько это важно, что если человек не родится свыше, увидеть Царствие Божие невозможно. Не войти, не увидеть. Вот это самое важное условие, которое человек должен выполнить, прежде чем он может рассчитывать на Царство Небесное, и прежде чем он может жить законами Царства Небесного. Поэтому необходимо рождение свыше. И вы знаете, я не думаю, что это должно для нас являться каким-то подозрением или сомнением. «Я родился свыше, я принял крещение, и давайте этот вопрос оставим в стороне». Нет. Если у вас есть паспорт, если у вас есть сертификат рождения свыше, вернее, сертификат рождения физического, если у вас есть, допустим, драйвер-лайсенс, вы всегда можете его показать. Всегда можете показать. Точно так и здесь. Если у вас есть уверенность в спасении, это хорошо, слава Богу. И если мы еще раз об этом будем говорить, это будет только являться для вас утверждением. А вот те, которые этого не имеют или сомневаются, вот пусть эта передача побудит их к определенным правильным действиям. Вот говоря о рождении, хотелось бы задать вопрос, какие еще существуют рождения, кроме физического рождения? То есть мы знаем некоторые, чуть-чуть другие рождения. Вот, например, духовные. Есть ли еще какие-нибудь? Да, кроме физического рождения существуют еще два рождения. Рождение по плоти, рождение по духу. Это разные? Это разные рождения, да. То есть если так суммировать, получается три. Рождение физическое, рождение по плоти и рождение по духу. Вот когда мы читаем послание Галатам, там апостол Павел объясняет то, что происходило много лет назад в очень известной семье. Давайте мы прочитаем и вспомним, о чем там говорится. Четвертая глава, 21 стиха. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, другого от свободной. Который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синаайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ну, здесь очень много вопросов. Говорится о земном Иерусалиме, который в рабстве сейчас находится. Говорится о Вышнем Иерусалиме, который небесный, он матерь всем нам. Ну, мы обратим наше внимание на Авраама и двух сыновей. «Два сына. Мы знаем, как Исмаил, так и Исаак оба родились физически». Физически. Но почему-то Писание или почему-то апостол Павел говорит, что Исмаил родился по плоти, а Исаак родился по обетованию. Значит, по обещанию, так, как захотел Бог. Не так, как люди пытались помочь, устроить, а вот как захотел Бог. То есть два пути. Два человека, и так мы видим, и тот, и тот родились физически. Значит, физическое у них было одинаковое рождение. А вот от разных людей, но мы имеем в виду, что они физически оба родились. И вот дальше апостол Павел делит на две категории, что один – это прообраз. Один родился по плоти, второй родился по обетованию. Так вот, в чем же разница между рождением по плоти, рождением по обетованию или рождением по духу? И как мы можем сегодня определить, где я есть, как я родился? Наверное, многие задают вопросы, если их это интересует, они задают такие вопросы. Да, я рождён, а как я рождён? Правильно моё рождение или нет? Ну вот как насчёт, люди думают, что вот часто, когда читаешь Слово или Писание, всегда используется такой момент по плоти и физическое. Есть ли разница между этим вообще? И как бы я слышал очень много раз, что физическое и плотское – это то же самое. Дело в том, что нужно смотреть на контекст. Нужно смотреть на контекст. Слово «по плоти» или «плоть» имеет много разных значений. Ну, например, двое мужчина и женщина, парень и девушка женятся. Написано, двое будут, одна плоть. Но это не значит, что они физически прирастут друг к другу. То есть понятие «плоти» есть ещё и такое вот собирательное. То есть одни цели, одни как бы… Да, в данном случае это общее намерение, общие цели, одна семья, вот в таком смысле «плоть». То есть когда мы смотрим на слово «плоть», встречаем слово «плоть», нужно посмотреть на контекст, о чём же идёт речь. В некоторых местах слово «плоть» говорит физическое рождение, да, физическое. Например, «плоть» и «кровь» в Царство Небесное не наследуют. То есть имеются в виду мягкие части тела, физические, материальные. Итак, мы возвращаемся к рождению. Существует разница, как мы уже увидели. Апостол Павел, по крайней мере, об этом говорит. И говорит верующим, которые должны понимать разницу в этих двух моментах. Потому что о плотском и духовном состоянии много говорится. Живущие по плоти, ну а живущие по духу, что физически не живут, живут физически. И так же ходят на работу, так же едят, так же спят. То есть существует ещё и плоть нематериальная. Плоть существует ещё под знаком «минус». То есть это греховные желания, греховные побуждения, вожделение, тяга ко греху. То есть это тоже называется плотью. Вот это как бы всё содержит в себе вот это значение «плоть». Не только. Опять-таки смотреть нужно контекст. Мы сейчас разбираем, что разные места или разные... Вот слово «плоть» встречается в разных местах, имеет разное значение. В данном случае рождение по плоти, каким образом это произошло? Вот Христос даже говорит в адрес книжников и фарисеев. Это Евангелие Матфея 23.15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим себя». То есть, получается, эти люди работают очень сильно, чтобы родить человека по плоти. Или вот даже хуже себя сделать. Почему? Или вот что является их фактором, который толкает их это делать? Почему они это делают? Ну, каждый... Это уже здесь более глубокий вопрос, что их толкает. Христос очень отрицательно отзывался о книжниках и фарисеях, потому что они названы лицемеры. То есть, слово знали, а действовали неправильно. В свое время апостол Павел, когда еще не был апостолом, он говорит, действовал не по рассуждению. То есть, энергия была, желание было, а работал не в ту сторону. Он даже против Христа шел, а этого тогда не понимал, не знал. Он думал, что исполняет закон. То есть, у человека может быть сила, может быть энергия, может быть ревность, но не по рассуждению. Может быть, вот как раз таки о фарисеях и говорится, что они очень активно участвовали, обращали. Мы за человека говорим, обратился человек, обращенный человек, обращенный или не обращенный. То есть, мы понимаем, что речь идет о духовной перемене взглядов. Так вот, куда человек поменял свои взгляды? Обращение произошло, но оно может быть как плотским, так и духовным по обетованию. Вот что дальше Христос продолжает и говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятый, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе, что именно они оставили? Суд, милость и веру. Сие надлежало делать, то есть закон исполнять и того не оставлять». То есть, получается, они как бы обрядное делают, что видимое, а то, что больше духовное, которое справедливость, они оставляют. Таким образом, получается, что рождение по плоти, вот это обращение плотское… Как можно проверить себя. Да, оно будет проявляться там, где доминирует религия, там, где доминирует закон, обряды, традиции, там, где существует человеческий фактор. То есть, если посмотреть на жизнь фарисеев, мы убедимся, что их не интересовало, как Христос сказал, суд. Суд. Что значит суд? Не судили духовно, не рассуждали, не вникали, не смотрели, как на жизнь, на дела, на поступки смотрит Писание. Нужно же судить. Написано, самих себя нужно судить судом праведным. А как же? Судить свои поступки, судить свои слова, судить свои убеждения, проверять, ревизию делать. Они этого не делали. Милость к другим милость не проявляли. Ну, например, если ты фарисей, если ты принадлежишь нашей секте, то мы тебя уважаем. А если ты не фарисей, все, ты уже отброс общества. Понимаете? То есть, сегодня тоже может возникнуть такая позиция у человека. Вот ты ходишь в мое собрание, значит, ты свой. Не ходишь в мое собрание, ты враг. То есть, это позиция фарисейская. Дальше смотрим. Самое основное – это вера. Вера. Спасение от веры. Мы дальше увидим это. Но вот Христос, обращаясь в адрес фарисеев, говорит, что оставили и суд, и милость, и веру. Таким образом, находясь в таком состоянии, они продолжали проповедовать, продолжали говорить, продолжали убеждать людей, делать их, вот именно, поворачивать в свой стан. Они приобщали людей к себе, они убеждали, переубеждали, чтобы те становились фарисеями. Рождение по плоти – это будет как раз-таки, когда человек держит в руках Библию, а с другой стороны, существуют человеческие потуги, человеческие обряды, законы. Вот всё человеческое, всё, что можно поставить Библия плюс что-то, вот тогда это превращается всё в плотское рождение. Почему оно так работает? Вот почему нельзя? Ну, Библия – хорошо, да? Ну, наши человеческие уставы и как бы ещё знания какие-то, почему нельзя просто приплюсовать, чтобы сделать ещё лучше? Потому что, мне кажется, у людей всегда есть такое как бы желание, чтобы что-то где-то узнать или прибавить. Почему вот именно вот с этим возникает конфликт? Как раз-таки вот в этой области мы должны быть очень осторожны. Ведь фарисеи, они же не хотят сделать плохо. Ну, конечно, но они не хотели. Когда они идут и делают, они думают, что они делают для Бога, они думают, что они делают что-то хорошее, что-то нужное. На самом деле они были убеждены, что стоят на правильном пути, и длинные молитвы произносили, и правильно одевались, всё делали. Но Христос обличил их, так сказать, в самый корень. Говорит, смотрите, вы же не верите Писанию, вы всё делаете по букве, вы всё делаете внешне. То есть, ваша внутренность не изменилась. Внутри у вас смерть, жизни нет. Таким образом, человек может проповедовать Евангелие как букву. Буквально написано, делая, написано, делая, без понимания, без веры, без откровения, без внутреннего содержания. Вот когда это происходит, вот тогда и включаются человеческие факторы. Нужно что-то сделать, нужно долго молиться, нужно долго стоять, нужно долго вот это, только у нас в церкви, или там на горе, или в лесу где-то произойдёт покаяние настоящее. То есть, человек говорит, да, Библия хорошо, но мы должны ещё максимум сделать, чтобы в нашей церкви вот это нужно сделать, в вашей церкви вот это сделать, в третьей ещё что-то сделать. Вот когда эти маленькие плюсы стоят, вот это очень сильно подрывает слово. Потому что Бог не нуждается, не нуждается. Я ещё раз подчеркну, и мы все это прекрасно понимаем, что Христос на кресте сказал, совершилось. Он не сказал, апостол Павел, апостол Пётр, вы там что-то доделаете, вы додумаете и прибавите к спасению. Нет, спасение уже готово, спасение – дар, благодать. Прибавлять ничего не нужно. Вот есть такая старая поговорка, мне кажется, это, ну, как бы, как я понимаю этот вопрос, так мне всегда говорили, на вору шапка горит, да, то есть, есть такие ситуации, когда вот вроде человек нормальный, ты бы никогда не узнал, но он себе сам про себя всё рассказывает. Вот я думаю, фарисеи этим занимаются. Почему? Потому что если человек не получает вот этот духовный заряд от слова, не получает полное удовлетворение от слова, от Библии, то тогда человек начинает искать чего-то, например, плюс, чтобы почувствовать то, что он ищет. Да, он будет сам себе помогать в этом плане. И из-за этого вот бывают, люди много прибавляют, вот человеку важна музыка там в церкви, как одеваются, как ещё что-то, чтобы почувствовать, что он стоит на правильном пути. Почему? Потому что не хватает веры, не хватает вот этого вот точки отчёта, не хватает откровения. А когда у человека это имеется, то тогда человеку не нужно. Это не говорит о том, что как бы должна быть анархия после этого, нет. Мы сейчас говорим о моменте спасения. В спасении, конечно, человеку и правильно одеваться нужно, и причесываться, и в собрании не опаздывать, и многие другие вещи делать, но они не касаются спасения. Вот что мы должны понимать. Писание отделяет очень резко и очень чётко. Христос – это камень. Христос – всё. К этому камню прибавлять ничего нельзя. На этом камне всё строится, да, строить мы должны, но камень должен быть один – Христос. Одно спасение – чистое, бесплатное, спасение по благодати. Давайте мы об этом сейчас прочитаем. Но вначале хочется ещё сделать такую небольшую вот заметочку по поводу… Я больше про стройку спросил, Рома. Да, ну ничего, мы затронем эти вопросы попозже. Так вот, рождение по плоти, смотрите, происходит тогда, когда Слово Божие перемешивается с душевными чувствами, с душевными переживаниями. Ведь обратите внимание, Агарь, да, Авраам был от Бога, Агарь была рабыня. Рабыня была чья? Сарына. То есть, Агарь, в принципе, помогала Саре. Агарь, в принципе, жила в доме Авраама. Это не был чужой человек, это не просто там какая-то прохожая. Нет, она жила прямо в доме Авраама. То есть, это о чём нам говорит? О том, что у нас есть какие-то вспомогательные инструменты духовные. Это может быть то, что мы называем традицией. Да, традиции есть, но они никогда не должны перекрывать. Да, какие-то у нас устои есть, какие-то понятия есть. Это всё существует, всё имеет своё место. Не первостепенное место, своё место. Но в данном случае Агарь заняла первое место. Вот когда это происходит в моём понимании, что спасение – это Христос, плюс в нашей церкви. Спасение – Христос, плюс в нашей конфессии. Спасение – да, Христос, но только в нашей динаминации. Да, но только это. Вот когда стоит плюс, тогда происходит потеря всего, нарушение всего. Бог не нуждается в нашей помощи. Христос пришёл, принёс чистое, совершенное, абсолютное спасение. Спасение написано по благодати, не от дел. Поэтому дела мои здесь не в учёт. Вот не в учёт. Ни душевные, ни физические, никакие. Как же происходит всё-таки вот это рождение по духу? Наверное, без плюсов. Наверное, без плюсов, да. Вот придерживаться, в этом, я думаю, заключается сложность, чтобы не перемешать, не перестроить план спасения. Спасение. Вот Бог усмотрел план спасения. Ну, например, такие вещи, да, у нас время очень быстро течёт. Титул 2 глава 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Вот это нужно запомнить, что спасение для всех. Ни выборочно, ни какая-то национальность, ни какой-то возраст, ни обучение, ни социальный статус. Спасение для всех. Почему? Бог так решил. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». И дальше уже пошла. «Научающее, чтобы мы отвергнули нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть вот эта благодать, она не просто в момент спасения работает, она работает во всю жизнь. Что она делает? «Чтобы мы отвергли нечистоту мирскую, целомудренно, то есть мудро, правильно жили в этом мире, праведно, благочестиво». Вот написано здесь «спасение для всех человеков». Неужели для всех или только для некоторых? «Спасение для тех, кто родился в этом мире на земле». Написано «Бог возлюбил мир». Написано, что Христос примирил мир. Не какие-то нации, не какие-то регионы. Примирил мир. И апостол Павел говорит «мы убеждаем вас, просим вас, согласитесь с этим». Бог с вами уже примирился со всеми. Вот в этом-то и заключается, смотрите, рождение духовное. Когда человек понимает, когда он не высвечивается на фоне ада, на фоне смерти, на фоне всевозможных таких вот, знаете, тёмных страшных сил. Вот Ефесянам 2 глава, там как раз таки и говорится об этом. Давайте посмотрим, в чём заключается эта благодать. Бог, на первом месте Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Значит, у Бога огромная любовь, Он любит нас, всех. Весь мир возлюбил. Дальше. Каких людей? Мёртвых по преступлениям. То есть вот здесь мы никак не могли ни помочь, ни стать лучшей, ни доказать Богу, что мы только можем быть спасены. Мёртвых по преступлениям – это те, которые мы были. А вот с другой стороны Бог, богатый милостью, что делает? Оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Значит, спасение в воскресении. Спасение тогда, когда мы не просто верим, что грехи наши прощены. Ведь апостол Павел, смотрите, всё совмещает вместе. Возлюбил Бог, и мы были мёртвы по преступлениям, да. А со Христом оживил, то есть воскресли. 6 стих. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть вот она истина, вот она благодать, что Христос является не только жертвой за грехи. Мы со Христом и умерли, и воскресли. Вот что в себя включает благодать. Не какую-то часть. Потому что иногда человек может услышать частичное спасение. «Только Бог простил твои грехи, и всё». На этом точку ставить нельзя. Ведь благодать не в этом только. Это будет половинчатая или частичная благодать. Благодать в том, что нас возлюбили, грешников возлюбили, мёртвых по преступлениям. Благодать в том, что мы со Христом ожили. Когда? В Её воскресенье. Написано «воскресил с Ним». Вот в самый момент покаяния человек должен знать, что он воскрес со Христом. Он не враг. Христос примирил его с Богом. Поэтому простил ему грехи. С этим нужно согласиться. Согласиться, что он ожил, что он воскрес, что посажен на небесах. И дальше мы читаем. «Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть человек, смотрите, апостол Павел делает огромнейший акцент на том, что человек находится во Христе. Можно человеку рассказать спасение без Христа. «Христос две тысячи лет назад умер, простил твои грехи, поверь в это, и точка». Да, на самом деле жертва была. На самом деле, ну, смотрите, дальше что идёт? Это же не точка. На этом точку нельзя ставить. Мы во Христе. Благодать – то, что мы находимся во Христе. Мы умерли и воскресли со Христом. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Вот когда человек верит в эту благодать, вот тогда он спасается. Когда человек верит, что Христос за него умер, но сам он не во Христе, вот тогда человек мечется. Он не знает, спасён или нет. Вот нет уверенности, нет духовного баланса. Почему? Потому что предложили или услышал человек частично, неполно, неполное Евангелие. Апостол Павел и сам Иисус Христос предлагает самого себя. Он говорит, ешьте меня, ешьте плоть, пейте кровь в меня. Не просто пользуйтесь моими благословениями или прощением. Меня пользуйтесь. Едущий меня имеет жизнь вечную. Что это значит? Вот как это понимать? Это понимать, ну, в двух словах, многие послания фокусируются на этом, что мы во Христе. Вот это истина, о которой пророки говорили, но до конца не понимали, что мы во Христе. Сегодня мы живём во время благоприятное, благодать. Благодать – это пришёл Христос, явил себя и приглашает в самого себя. Мы становимся частью Его тела. Мы становимся частью Церкви, частью Его организма, живой организм. Это же Церковь Христа, это Его тело. Поэтому благодать в этом и заключается, что Христос предложил самого себя. Написано, тело преломил. Вот-то в чём сегодня благодать состоит. Прощение люди получали и в Ветхом Завете, но это не называется благодатью. Сегодня мы получаем прощение, но да, это есть, это часть благодати. Полная благодать – это Сам Христос. Это когда мы входим в Него по вере, рождаемся во Христе по вере, воскресаем, умираем и воскресаем по вере. Когда мы принимаем всего Христа и на небесах посажен весь пакет. Нужно согласиться со всем пакетом. Если мы что-то убираем или что-то меняем или заменяем, вот тогда уже благодать становится перемешанная. Авраам был от Бога, а Гарь была не по обетованию. Вот эти два соединения, двух таких течений, от Бога и не от Бога, произвело рождение по плоти. Если сегодня человек не принимает, не верит, не соглашается в абсолютную благодать, вот тогда вопрос, рождён он или нет. А может быть, рождён по плоти. Поэтому это поможет нам Господь разобраться, во что мы верим, чтобы мы не столько отстаивали своё мнение, сколько убеждались, рождён я свыше или нет. Неважно, кто из нас прав, кто виноват. Важно, что мы рождены. Важно убедиться в этом. Важно выяснить для себя этот основной вопрос. Насколько я принял благодать? Верю ли я в благодать? Понимали, что такое благодать? Или я просто верю в прощение грехов и живу от дня ко дню? Согрешил, покаялся, покаялся, согрешил вот такой замкнутый круг. Благодать – это Христос. Благодать – это смерть со Христом для греха. Это воскресение со Христом для новой жизни. Это мы находимся уже на небесах. Вот спасение укомплектованное. Мы уже на небесах. Мы уже имеем жизнь вечную. И вот эта платформа, которая задаёт тон нашей жизни, на этой платформе можно строить. И строить правильно. День ото дня мы строим словами, поступками, мыслями, образами, которыми мы размышляем. Всё это укладывается на основной камень, который называется Христос. Да, слава Богу, и за эту передачу будем строить. Будем строить на правильном основании. Хотелось бы объявить контактную информацию после нашего эфира. Служение нашей церкви проходит по адресу 1511 Delaware Avenue, В. Сакраменто. В час дня воскресенья и в 7 часов вечера во вторник у нас разбор слова. Также в четверг по адресу 21 00 J Street Сакраменто у нас происходит разбор, английский разбор слова. Тоже очень интересный. Приходите. Телефон после эфира. Если у вас будут вопросы, это 916 601 1244. 916 601 1244. Хочется пожелать вам благословений, хочется пожелать вам понимания духовного, чтобы Господь утвердил вас и укрепил. Если кто сегодня ещё не имеет этой уверенности, откройте Писание, читайте Писание, звоните, идите в церковь, к пастырям, какая церковь ближе к вам. Идите, получайте спасение, пока ещё есть время. Да благословит всех нас Господь. Оставайтесь с Богом. Эту передачу для вас подготовили, провели. Роман Пальников и Василий Савчин. До следующей встречи. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok